Очень много есть инертности. Некоторые районы вообще не продали ни одного такого объекта или не вовлекли в хозяйственный оборот. Поэтому тема эта серьезная, и ей надо нам внимательно и рассмотреть сегодня на заседании эту тему, на нашем заседании обесполкома, и в то же время находить пути их разрешения. К вопросу управления и распоряжения государственным имуществом имеют причастность без исключения все руководители, а потому безучастным на заседании не остался никто. Что такое государственное имущество и почему ему уделяется столь пристальное внимание? Вопрос риторически имеет свою подоплеку все те объекты, которые некогда были построены и работали, а сегодня переживают процесс консервации, санации, продажи, разрухи и никому не нужности. Это и есть пресловутое госимущество. В Брестской области в 2013 году в хозяйственный оборот было введено 193 объекта коммунальной формы собственности, 49 ликвидировано, законсервировано 48 объектов. Но стопроцентного выполнения поставленных задач достичь не удалось. Инертность некоторых руководителей тому причина. Неизжита еще раскачка, неорганизованность, разобщенность служб на местах. В частности, отключение в график до первого аукциона прошло от 5 до 11 месяцев по 16 из 70 непроданных объектов, а два объекта так и не успели выставить в 2013 году. По способам вовлечения, независимым от спроса, это капитальный ремонт, перепрофилирование, использование в собственных целях, безвозмездная передача в пределах государственной собственности, показатели значительно выше, работы выполнены на 90%. Тем не менее, не обеспечили завершение работ по данным видам Брестский госполком, Кобринский, Ляховичский, Столинский, Малорийский госполкомы. Причины по ряду из них считаем не только финансовые. Раскачка и бюрократизм подходят к таким вопросам, как продажа того или иного неиспользуемого. Здание, строение напрочь отсекает возможность работать госимуществу в полную мощь, приносить доходы в местный бюджет. Но все-таки Брещено, и это отметил глава региона, лидирует и в этом направлении среди регионов Беларуси. В 2013-м в казну области от приватизации неиспользованного имущества поступило порядка 193 миллиардов. Цифра огромная, а в области бесхозных строений, которым нужен и у которых должен быть хозяин, еще немало. Всего по области, с учетом названных, в прошлом году законсервировано 48 объектов, или 16,6% от всех вовлеченных в оборот и снесенных. Это достаточно много. Включая законсервированные объекты прошлых лет, их накопилось без малого 129 тысяч квадратных метров. Больше половины из этих объектов числится в четырех регионах. В городах Бресте и Барановичей, Столинском и Пружанских районах. Особенно не надо откладывать работу в долгий ящик с такими объектами Брестскому гор и Столинскому райисполкома, как наиболее сложные объекты для вовлечения. Константин Сумар подчеркнул, что все названные негативные аспекты зоны ответственности власти на местах, в райисполкомах и на предприятиях. Именно эта работа должна давать отдачу и быть максимально эффективной, считает глава региона. Я думаю, что тут для нас всех понятно. Работа идет, работа очень большая, надо сказать, проводится. И если говорить уже по результатам работы, то по вовлечению в хозяйство, наоборот, область в лучшем положении находится, чем другие области. Но еще раз я хочу обратить внимание, что об этом уже говорил Павел Павлович, 230 тысяч, и там с хвостиком еще квадратных метров не вовлечено в оборот хозяйственный. И там разные есть, поэтому нам надо разобраться, доработать это наше решение, приложить сюда план, график нашей работы поэтапный, по годам, по месяцам. И таким образом, Павел Павлович, нагружать себя. Каждый из руководителей располкомов, отвечая за свой район, анализировал ситуацию и вносил конкретные предложения по ее совершенствованию. Следует отметить, что при некоторых негативных процессах, плюсов в работе с государственным имуществом гораздо больше. Самое главное, еще раз говорю, очень внимательно подойти к каждому объекту. Что за объект, что с ним мы можем получить, и на самом деле, что будем мы сносить. Потому что очень много у нас военных объектов, которые, ну, процентов 45, если не больше, как раз в этих невовлеченных объектах, а с их там толку мало. Поэтому по ним тоже нам надо определяться. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.